Фёдор Емельяненко, без сомнений, один из самых успешных спортсменов России. Настоящая гордость страны. Этот легендарный боец в своей карьере одержал немало побед. Что он только не вытворял с соперниками. Ломал их, отправлял в нокауты, побеждал их решением судей. Его скальпы действительно впечатляют. Сегодня мы рассмотрим топ-5 самых величайших побед последнего императора. Пятое место. Победа над Кевином Рэндлманом. 2004 год. Может и в этом бою соперник Фёдору попался не самый именитый, однако поражает то, чего Фёдору удалось пережить в этом поединке. Кевин Рэндлман был очень хорошим борцом и просто в феноменальной форме в данном поединке. Будучи отличным самбистом, Фёдор не давал Рэндлману повалить себя на канвас. До определенного момента роковая ошибка Фёдора могла стоить ему победы в этом бою, а то еще хуже. Он отдал спину Рэндлману, чем Кевин с удовольствием воспользовался. Рэндлман сделал Фёдору настолько жесткий суплекс, что все зрители были просто в шоке и думали, что после такого Фёдора будут уносить на носилках из ринга. Но не тут-то было. Казалось, что Фёдор даже не почувствовал этого броска и уже будучи на земле, успешно провел болевой Рэндлману. Четвертое место. Победа над Хонг Манчоем. 2007 год. Тоже не самый именитый соперник Фёдора. Однако все же очень впечатляет разница в габаритах этих бойцов. И то, как по сравнению с гигантским корейцем, маленький Фёдор в первом же раунде запросто расправился с этим великаном, чуть не сломав ему руку болевым приемом. В этом бою Фёдор в очередной раз доказал. Размер это далеко не главное в бою. Третье место. Победа над Антонио Родриго Нагейрой. Их первый бой. 2003 год. На тот момент Нагейрой был просто монстром. Он побеждал таких бойцов, как Боб Сапп, Сэмми Шилд, Дэн Хендерсон, Марк Олман и других серьезных бойцов. И у мастерская работа в партере была неповторима. Просто мастер болевых и удушающих приемов. Хоть и Фёдор не понаслышке знал о том, как защищаться от таких приемов, однако мало кто ему давал шансов на земле с Нагейрой. Но и тут Фёдор поразил всех. Сколько Нагейра не пытался, все его попытки провести удушающие и болевые приемы не дали никаких результатов. И Фёдор просто вбивал его голову в канвас ринга. Из-за чугунной головы Нагейра выстрел до конца боя. Однако победа по очкам бесспорно была за Фёдором. Второе место. Победа над Андреем Орловским. 2009 год. На тот момент белорус Андрей был жестким нокаутером. С очень даже неплохими навыками ударной техники. С первых минут боя Андрей начал пробивать Фёдора. Казалось, что непобедимый Емельяненко наконец-то нашел соперника, который сможет дать ему серьезное противостояние. Фёдор никак не мог подобрать дистанцию, чтобы попасть по Андрею. И казалось, что уже первый раунд так и закончится для Фёдора проигрышным. Однако, как это часто бывает в единоборствах, одно неверное движение может стоить тебе победы. Андрей почувствовал себя уж слишком уверенно перед Фёдором. И решился на такой рискованный маневр, как удар коленом в прыжке. Фёдор контратаковал его в этот момент ударом рукой прямо в челюсть. И отправил Андрея в глубочайший нокаут. Первое место. Победа над Мирко Крокопом. 2005 год. Вот кто был действительно устрашающим бойцом на тот момент, так это Мирко Крокоп. Его легендарный удар с ноги в голову был просто невероятно быстрым и точным. Если он попадал этим ударом, то соперник сразу же отправлялся спать. А попадал он очень даже часто. Долго эти бойцы маячили на радарах друг друга. Оба знали, что рано или поздно они встретятся в ринге организации Pride. Оба считались лучшими бойцами тяжёлого веса на тот момент. И вот этот бой наконец-то случился. Фёдор признался, что никогда так не волновался ни перед одним боем, как перед этим. Бой получился очень зрелищным и оправдал все ожидания. Фёдор как танк пёр на Мирко, пробивая мощные удары. Но и Мирко не оставался в долгу и подлавливал Фёдора на контратаках. В конечном же счёте, тактика Фёдора сработала на ура. И его прессинг в бою не позволил Мирко применить всю мощь своей ударной техники. Фёдор победил единогласным решением судей. И заработал величайшую победу в своей карьере. На этом всё, друзья. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал и ждите новых видео. Субтитры сделал DimaTorzok